Мероприятие такого масштаба в стенах 31-й школы проходило впервые, но с обществом инвалид и среда сотрудничают давно. Так, под руководством председателя Ивана Шмыги и его помощников для подростков было проведено множество мероприятий по здоровому образу жизни, продуктивные беседы, лекции и запоминающиеся мастер-классы. Именно такие встречи помогают начать ценить свое здоровье, воспитывать сильный дух, а также помнить о ценности человеческой жизни. Мы проводили классный час. Кстати, очень мне понравились дети. Они такие военные, подтянутые и очень впечатлили меня. Я за ними читал несколько раз, классные часы проводил. Но вот здесь как-то так по-особому, по-домашнему было в самом деле. Хотя больше всего было людей. Полузал был и тихо, и просто... Я обычно говорю о ценности здоровья, потому что мы с инвалидами знаем, что это такое ценность. И прошу их, чтобы они ценили то, что имеют и занимались здоровым образом жизни. В здоровом теле здоровый дух – так считают подрастающие поколения школы номер 31. Именно сегодня они стали участниками однодневного спортивного праздника. Школьников ожидала насыщенная и эффективная программа, которая включала четыре площадки – детская выставка здоровья, командная эстафета в спортзале, соревнования по веломарафону и специальная развивающая программа для детей с инвалидностью. Несмотря на то, что эти учащиеся имеют отклонение в здоровье, они активно участвуют во всех школьных мероприятиях. Это вообще большое чудо, что такие люди приходят к нам, организовывают такие мероприятия для здоровых людей. У них колоссальная воля к жизни, к победе в чем-то. Сколько происходит параолимпиад, и люди завоевывают места, побеждают. У них большая воля к победе, к жизни. Тут порой здоровый человек что-то не может сделать, а такие люди – это, конечно, большой пример для нас. Известно, что будущее здоровое поколение – залог успеха и процветания любой страны. А если тинейджеры выступают еще и в качестве волонтеров, готовых прийти на помощь и оказать содействие в организации театральных фестивалей, удача им точно гарантирована. К слову, в этой школе учатся одни из самых целеустремленных и активных подростков, которые не оставят рядом человека, нуждающегося в помощи. Оказать ее всегда найдется кому, и ребята знают это не понаслышке. Помощь начинается буквально с утренней встречи ребят, когда ребят привозят автобус и сопровождают их наши старшеклассники. Ребята встречают, сопровождают, помогают, улыбаются и сопровождают их буквально до порога кабинета, где уже с ними работают и встречают их классные руководители и учителя-дефектологи. Чему они способствуют, понятно, развитию эмпатии у детей, сочувствия, переживания, любви к таким детям, взаимопонимания, взаимоподдержка. Организаторы уверены, что знания, умения и навыки, полученные школьниками в процессе спортивного праздника, обязательно пригодятся им в жизни, а следующее спортивное состязание по укреплению здоровья не заставит себя ждать.